Большой теннис в Таллине – событие, которое происходит не каждый день. Турнир категории WTA-250 вызвал большой интерес любителей спорта. В основной сетке турнира сыграли 32 теннисистки. Эстонию представляли Аннет Контовейт, Кая Канепи, Майлен Нуди и Елена Малыгина. Самые жаркие игры, конечно же, начались со стадии четвертьфинала. На радость эстонских болельщиков Аннет Контовейт и Кая Канепи вышли в полуфинал турнира. И в этом принципиальном поединке, вызвавшем огромный интерес именно у эстонских фанатов, победу одержала третья ракетка мира Аннет Контовейт. В финальной игре турнира Контовейт встретилась с чешской теннисисткой Барбарой Крейчиковой, которая на сегодняшний день в мировом рейтинге занимает 23-ю позицию. Несмотря на существенную поддержку наших болельщиков, которых собралось немало в спортхолле Тонди, Контовейт не смогла одержать победу в этом турнире. Но она все равно довольна тем, как все прошло. Да, что поделать. Барбара сегодня играла лучше, чем я и показала просто отличный теннис. Результат, говорит, сам за себя. В целом, эта неделя для меня прошла очень позитивно. Организация турнира просто великолепная. Все, кто в этом участвовал, большие молодцы. Я не знаю, что можно было сделать еще лучше. И я очень рада, что этот турнир прошел именно в Таллине. За трансляцией из центра Тонди следили миллионы людей по всему миру. И, как отмечают зрители, многие из которых приехали в наш город в эти дни, именно для того, чтобы насладиться невероятной игрой лучших теннисисток, организация турнира Tallinn Open была на очень хорошем уровне. Я был, например, на турнирах в Цинциннате США, а на прошлой неделе был на играх в Словении. Турнир WTA в Таллине вроде бы очень хорошо подготовлен и организован. Взять, например, этот зал, он весьма неплох. Для Таллина изначально было важно, чтобы такое большое спортивное событие прошло на высшем уровне. Так и случилось. И теперь есть большая вероятность, что этот турнир вернется в нашу столицу вновь. Ведь на мировой теннисной карте появилась новая точка, что дает возможность увидеть лучших из лучших и в будущем. Мне кажется, что это должно стать такой красивой уже традицией, что называется, этот турнир у нас должен прижиться. И об этом говорили в том числе и представители WTA. Отмечая высокий уровень проведения турнира, они также заявляли о том, что для того, чтобы он мог проходить дальше, они со своей стороны обязательно приложат тоже усилия и будут, что называется, нас предлагать. Стоит добавить, что в 2025 году Таллинн будет бороться за звание спортивной столицы Европы. И этот турнир – весомый аргумент для получения этого звания. Но это будет еще не скоро, а пока хочется поблагодарить всех спортсменок, а также организаторов за этот спортивный праздник. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Андрис Лорент. Новости Таллина.